Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сигаретки. Сегодня с вами снова я, Тика. Знаете, у нас сегодня очередные покупки из ленты «Читай-города». В основном из «Читай-города», и поэтому сейчас хочу быстро показать вот эту вот бумагу и убрать её, потому что она мешается. В прошлый раз я рассказывала, что я хотела пойти снова за эту бумагу, и наконец-таки я за ней сходила. Взяла её, здесь 5 цветов, здесь вот видите плотность 100 листов, А4 формат. И у нас здесь совершенно пастельные оттенки, как вы можете видеть. Нежно-желтый такой, прям банановый, голубой, такой очень красивый пастельный, персиковый, зелёный, такой травянистый, даже не знаю, как сказать, как цвет зелёного яблочка. Да, и нежно-розовый, за которым я гонялась не знаю сколько лет, и вот наконец-таки он появился. Очень красивый оттенок, уже начала делать конверты и писать письма на нём. Бумага, кстати, двухсторонняя, с одной стороны более светлая и более такая фактурная, с другой стороны она более гладкая и более яркая. Итак, далее идут покупки «Читай-города». Вот пайетки, за которыми я говорила, что приду обязательно, да бабочки такие вот разноцветные, как вы можете заметить, стандартные, совершенно обычные. Не переломутровые, не с блёстками, а просто такие вот глянцевые бабочки цветные. Очень нужны были мне для наполнения и для декоративных работ. Стоили 99 рублей, очень нравятся, особенно вот эти вот золотистые, зелёные и серебряные, которые были мне нужны. Ну, тут есть ещё голубые такие и красно-розовые, тоже пригодятся, я думаю, в будущем, так что лишними не будут. Далее идут вот такие вот кабушоны, но здесь написано, что это обычные стикеры полубусины, но я думаю, это просто для потребителя так написано. Для тех, кто в теме, знают, что это кабушоны, такие круглые стеклянные, либо пластиковые стразы с различным дизайном. Вот эти, например, блестящие все. И я очень давно такие искала, они стоят, кстати, 75 рублей, что вполне себе не дорого для таких красивых стразин. Посмотрите, какие они потрясающие, они просто переливаются всеми разными блёстками. И они похожи, сейчас скажу, вот эти синие на розы, зелёные тоже на розочки похожи, а вот эти уже как реально такие кристаллы. Но очень красивые, особенно оттенки. Там, кажется, были ещё какие-то красно-розовые, но голубая тематика это моя тематика, поэтому я решила взять именно в таком цвете. Тем более, мне кажется, что они смотрятся намного красивее, чем красные. Ещё одни камушёны, только уже вот такие вот переламутровые розочки. Написано здесь, что это молочный оттенок, наклейки 3D. Ну, пусть будет так. Очень тоже мне нравятся. Здесь такие красивые-красивые розочки. Сейчас скажу, здесь должно быть указано количество. Да, 28 штук за 99 рублей. Тоже считаю, что не так уж и дорого. Потому что во многих других магазинах я видела ещё дороже. Тем более, они реально такие очень крупные. И такие увесистые. Очень красивые розочки. Думаю, а в использовании, например, АТС-ок или тегов будет просто безумно красиво смотреться. Как всегда, я не я буду, если я не куплю бумагу куда-то. Если я не куплю бумагу, если я куда-то прихожу, где она есть. Итак, это у нас Home to Nest. Я даже не знаю, как назвать тематику. Пусть будет Огородно-Природное, наверное. Огородно-Садовое. Хотя нет, скорее всего, природное. Потому что тут птички и огород. Дача. Формат А5. Такой нестандартный. По-моему, я первый раз беру такой формат. 20 у нас листов. 10 дизайнов. 14 на 21 размер. И сейчас я вам покажу, какие тут у нас дизайны. Очень нравятся мне. Очень классные. Но в основном я брала их из аптечек. И сейчас я вам покажу, какие тут у нас дизайны. И сейчас я вам покажу, какие тут у нас дизайны. И сейчас я вам покажу, какие тут у нас дизайны. Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, вам что-то понравилось Вы себе что-нибудь присмотрели И буду на этом заканчивать Всех любую, целую и обнимаю До новых встреч, пока-пока!